МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые сотрудники Комитета судебных экспертиз по Гомельской области приняли присягу и получили новые погоны и звания. Торжественное мероприятие состоялось в областном общественно-культурном центре. Поводом для его проведения одновременно стал День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Беларуси. Многие эксперты-криминалисты ранее работали в правоохранительных структурах. Таким образом, в одном зале в этот день встретилось прошлое и будущее экспертной службы. Кстати, отдельной структурой она стала совсем недавно. В следующем году отметит пятилетие. И к первому юбилею подходит с хорошими показателями. Сейчас в нашем регионе выполняется наибольшее количество экспертиз в стране. Сокращены сроки их производства, постоянно растет качество. В этом году арсенал экспертов пополнила новая техника. Освоены и новые виды экспертиз. Молодым сотрудникам я бы пожелал успехов, пожелал терпения и трудолюбия. И принимаю присягу, чтобы они всегда помнили слова текста этой присяги, применяли ее. А ветеранам пожелать здоровья крепкого, жизненных сил, энергии, долголетия и неиссякаемой энергии в передаче накопленного опыта молодым сотрудникам. Кроме служебных достижений экспертов, отмечены и творческие. На счету Гомельского управления победа в конкурсе самодеятельного художественного творчества наполним музыкой сердца. В Гомеле водитель маршрутки отказался перевозить подвыпивших пассажиров и ввязался с ними в конфликт. Инцидент произошел на конечном пункте маршрута «Железнодорожный вокзал». Очевидцы засняли произошедшее на мобильный телефон. Позднее запись выложили в интернет. На ней запечатлено, как водитель маршрутного такси отчаянно пытается избавиться от назойливых мужчин, мешающих ему проехать. Все началось с того, что он высадил из такси подвыпивших пассажиров и отказался оказывать им услугу. Между водителем и мужчинами завязалась небольшая потасовка, в ходе которой один из обиженных людей постоянно перегораживал дорогу машине и мешал водителю маршрутки отъехать от остановки. То и дело, мужчина оттаскивал неугомонных прохожих в сторону, за что один раз получил удар по лицу. А ты в сторону правильно сделал? Не, водитель сейчас прав тут. Тут прав водитель. Они с ума подсходили. Просто ему надо было вызвать милицию, да и все. Ступает в бой с неадекватом, они же не успокоятся. Они не боятся. К счастью, до кровопролития дело не дошло. Очевидцы позвали на помощь милицию. Ближайший наряд патрульно-постовой службы прибыл на место происшествия. Товарищи милиционеры, будьте добры! По данному факту сейчас ведется разбирательство. Ехала через границу ночью в Украину в багажнике. В пункте пропуска Веселовка белорусские пограничники остановили автомобиль, в багажном отделении которого везли человека. Машиной управлял мужчина, гражданин России, который в ходе прохождения таможенного и пограничного контроля явно нервничал. Подозрительной инспектором показалась и женщина-пассажир. Когда сотрудники решили проверить багажник автомобиля, то обнаружили в нем под завалами вещей и ручной клади 60-летнюю женщину, гражданку Украины. Оказалось, что срок действия ее паспорта вышел еще в 2015 году. И вместе со своей дочерью и ее сожителем, пассажиркой и водителем машины, ничего лучшего не придумала, как пересечь границу в багажнике. На данный момент в отношении гражданки Украины насчет административного процесса по статье 23.29 нарушения государственной границы, а также статье 23.55 нарушения правил пребывания на территории Республики Беларусь и транзитного проезда. Также в отношении гражданин Российской Федерации насчет административного процесса по статье 23.29. И 60-летней украинке, ехавшей в багажнике, и водителю автомобиля «Фольксваген» грозят внушительные штрафы в размере до 2300 белорусских рублей. За минувшую неделю в Гомеле произошла серия шокирующих ДТП и наездов на пешеходов. Госавтоинспекции серьезно обеспокоены количеством резонансных аварий и происшествий. За пять последних суток было зарегистрировано четыре наезда на пешеходов, в которых два человека погибли, и четыре крупных ДТП, которые унесли жизни нескольких человек. Подробнее далее в сюжете. Одной из самых резонансных стала авария под Мозырем. На трассе Р-37, ведущей из райцентра в Наровлю, погибли водители автомобилей Рено и БМВ. Повреждения первой машины были сильными. Полностью деформирована передняя часть, салон и крыша. Вторая машина после столкновения отправилась в кювет, протаранив металлическое ограждение дороги. По предварительной версии госавтоинспекции, водитель машины марки БМВ, выполняя обгон, не учел расстояние до транспорта, который двигался навстречу. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя оказались зажаты внутри своих автомобилей. Работниками МЧС, прибывшим к месту вызова, они были деблокированы и переданы бригаде скорой медицинской помощи, которая констатировала их смерть. Это была не единственная трагическая авария во вторник, 14 ноября. В Реческом районе, на трассе М10, Комель-Кобрин, на полосу встречного движения выехал водитель автомобиля Шкода «Октавия». Там он столкнулся с автомобилем Рено, в результате чего погиб на месте происшествия. Предварительная причина – усталость в пути. Возможно, 31-летний водитель автомобиля Шкода заснул за рулем. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли труп из автомобиля. А около деревни Жмуровка в Днепр упал легковой автомобиль, в салоне которого находились 4 человека. Двое из мужчин успели выбраться, остальные погибли. На место ДТП выехала техника МЧС и маневрена поисковая группа «Освод». Водолазы обнаружили утонувший автомобиль в 20 метрах от берега, на приличной глубине. Машина опустилась крышей на дно реки. При помощи троса и спецтехники автомобиль с телами погибших был поднят на поверхность. Причина происшествия устанавливается. Ограниченная видимость и погодные условия ноября делают свое дело. В деревне Тереховка Добружского района 27-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Фиат», сбила 37-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Пешеход двигался по середине проезжей части без световозвращающих элементов. В результате чего в темное время суток женщина не смогла вовремя заметить пешехода и совершила на него наезд. А в Гомеле при схожих обстоятельствах на улице Давыдовская погибла женщина, на которое, согласно данным госавтоинспекции, переходила проезжую часть не по пешеходному переходу. На нее совершил наезд 37-летний водитель автомобиля БМВ. Фликеров на женщине не было. Не приходя в сознание, она скончалась в реанимационном отделении Гомельской областной клинической больницы. В осенне-зимний период возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Поэтому в это время, как в принципе в любое госавтоинспекции, рекомендуют пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами, чтобы обезопасить себя и тем самым не попасть в такие вот ситуации на дорогах. На дорогах также внимательными следует быть и водителям. Последний случай это показал в Гомельском районе примерно в 23.35. Водитель 24-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле БМВ по агрогородку Урицкому, не справился с управлением, съехал на обочину, после чего в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб на месте, а пассажир был доставлен в больницу. Еще одна беда – неосторожное обращение с огнем при курении. По этой причине ежегодно в Гомельской области из жизни уходят сотни людей. В Калинковичах на пожаре погибла женщина. Расчеты МЧС прибыли на место возгорания частного жилого дома, расположенного на улице Победы. К моменту приезда спасателей 43-летний хозяин выбрался из пожара самостоятельно. В доме оставалась его 53-летняя сожительница. В процессе ликвидации огня под завалами деревянных конструкций было обнаружено тело погибшей. В результате пожара практически весь дом сгорел. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Гомельским городским отделом Следственного комитета закончено расследование уголовного дела по факту убийства по неосторожности, произошедшее еще в начале августа этого года. Расследование началось с того, что жильцы одной из многоэтажек по проспекту Ленина 6 августа обнаружили на своей дворовой территории лежащего на земле мужчину без признаков жизни. Следствием была назначена проверка. Труп был доставлен в морг, где судебные медики вынесли заключение, что смерть носила насильственный характер. Правоохранители стали выяснять, с кем проводил время и чем занимался погибший в последние дни своей жизни. Идентифицировать его личность не составило труда. Отпечатки пальцев были зарегистрированы в базе. Следственным путем установлено, что 5.08.2017 примерно в 21 час возле центрального входа в гостиницу Гомель на Привозгальной площади между двумя мужчинами произошла драка. В ходе которой потерпевшему был нанесен удар, от которого последний упал и ударился затылочной областью о плитку. В последующем они разошлись и примерно через день потерпевший скончался. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выразившуюся в переломе затылочной кости черепа. Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. На записи камер видеонаблюдения, установленных на входе в гостиницу, запечатлено, как компания знакомых между собой мужчин около часа находилась вблизи крыльца. Они долго курили и о чем-то разговаривали. Ближе к 10 вечера между тремя из них возникла ссора, переросшая в драку. Пожилой мужчина, ныне обвиняемый, одним ударом уложил на землю своего оппонента. За обиженного вступился товарищ. Когда упавший на тротуарную плитку пришел в себя, то смог подняться и добраться до дома. Переночевал, но к вечеру следующего дня потерял сознание и скончался. Уголовное дело передано в суд. Согласно статье 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь, максимальное наказание за убийство по неосторожности предусматривает три года лишения свободы. 9 ноября Мозырьский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении жительницы деревни Хомячки Мозырьского района. Пенсионерка подозревается в лишении жизни своего сожителя. Труп 64-летнего мужчины был обнаружен еще 12 сентября в его собственном доме, расположенном в деревне. Тело лежало на полу с множественными следами побоев. Следственный комитет начал проверку. Причину смерти стали выяснять судебные медики Мозырьского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, которые в течение месяца провели необходимые исследования и вынесли заключение. На теле погибшего судебные медики обнаружили около 100 травмирующих контактов тупым предметом. У мужчины были сломаны нос и ребра. Смерть наступила в результате травматического шока. Сотрудники милиции задержали женщину, которая подозревается в убийстве пожилого человека. Предварительно установлено, что в тот день около 11 часов именно она в ссоре нанесла потерпевшему многочисленные удары палкой, от которых последний скончался. В настоящее время с пенсионеркой работают следователи Мозырского райска. Возбуждено уголовное дело. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова